Главное политическое событие дня. Сегодня состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой нашей республики Рашидом Тимрезовым. Темом обсуждения стала социально-экономическая обстановка, планы развития региона. Подробности расскажет Альбина Ламкова. В ходе рабочей встречи президента России Владимира Путина с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым затронуты все аспекты жизнедеятельности республики, развития социальной сферы, экономики, промышленности, инвестиций. Но сам диалог начался с ситуации в сфере здравоохранения. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за те решения и поручения, благодаря которым мы достаточно серьезно и качественно изменили жизнь в республике, социальные, инфраструктурные проекты. То, что напрямую сказывается на качестве жизни населения. За это вас хотел бы искренне поблагодарить. Что касается медицины, то на сегодняшний день по борьбе с распространением коронавирусной инфекции у нас достаточно и средств индивидуальной защиты, и медикаментов, и медицинского оборудования, и транспорта, ну и, конечно же, самое главное, медицинского персонала. У нас есть запас коечного фонда. Но основным направлением, конечно, для себя считаем очень важным – это вакцинация. Темпы вакцинирования мы наращиваем. Но работа не очень простая и одна из самых приоритетных, отметил Аршид Тимрезов. В первую очередь, конечно же, это касается людей старшего поколения. Все видят, что в последнее время вирус мутирует. Мы достаточно плотно взаимодействуем с Министерством здравоохранения Российской Федерации по всем новым протоколам лечения. Ну и хочу сказать, что такую методическую и практическую помощь мы ощущаем от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Наши врачи готовы. Опять же, считаю, что со мной – это, конечно, вакцинирование нашего населения. На региональном уровне этот год объявлен Годом медицины в республике, отметил руководитель субъекта. Конечно, прошлый год нам позволил вскрыть те тонкие моменты, которые у нас были в системе здравоохранения. Хочу еще раз вас поблагодарить за ваше решение о модернизации системы здравоохранения. Первичного звена это нам позволит улучшить материально-техническую базу всех наших медицинских учреждений. Ну и, конечно же, мы также и по нашим проектам «Демография и здоровье» выполняем неукоснительно все индикаторы. И люди это чувствуют. Решение, которое мы приняли по поводу перекредитования с банковских кредитов на государственные, на Минфиновские, первое. Второе – инфраструктурные деньги под инфраструктурные проекты. У вас насколько это… Знаете, я считаю, мы в меньшей степени попадаем под перекредитование, но для нас инфраструктурные кредиты, инфраструктурные проекты… Владимир Владимирович, я еще раз хочу сказать, мы за последние годы построили более 600 социально значимых объектов. Бюджет республики на 62% социально ориентирован, сказал глава Карачаева-Черкесии. Реальный сектор экономики продолжает развиваться. Я вам докладывал в прошлом году о том, какую задачу мы поставили до 2023 года. И, конечно, для нас это реальная возможность сегодня открыть, создать новые рабочие места. Конечно же, с созданием инженерной инфраструктуры, дорожной, там и туризм, чем мы отвечаем. Конечно, для нас это реальная возможность сегодня сделать, не побоюсь этого слова, прорыв в экономике нашей республики. Готовьте проекты. Мы готовим. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что работа с правительством Российской Федерации достаточно плотная. Поддержка по подготовке проектов ощутима. Республиканские проекты, они вроде бы региональный и республиканский характер. На самом деле, они являются общенациональными, потому что даже места отдыха шикарные. Люди едут тоже со всей стороны, как к Черноморскому побережью. Ну, полтора миллиона в прошлом году, несмотря на пандемийный год, полтора миллиона туристов, несмотря на то, что у нас республика, 100 тысяч населения. 1 миллион 240 тысяч. В три раза больше, чем вы. В три раза больше. Касаемо переселения граждан из ветхого аварийного жилья, то наша республика первая в стране завершила досрочно программу. Готовится еще 51 дом. Переселение пройдет совместно с Фондом реформирования ЖКХ. Планируют завершить эту программу к концу следующего года, в год столетия республики. А сельское хозяйство? Сельское хозяйство, если брать март и апрель 2021 года по текущему году по отношению к прошлому году, то, конечно, мы выросли. Республика успешно развивает интенсивное садоводство. Каждый год в регионе закладывают сады такого типа по 200-300 гектаров. Конечно же, работа проводится с применением современных технологий, отметил глава региона. К примеру, Грушевый сад в позапрошлом году – первый в истории современной России. Его высадили на территории 10 гектаров, и он уже приносит свои плоды. В республике успешно развивают личное подсобное хозяйство. Средства на их закладку выделяют из регионального бюджета, образовывая кооперативы. Предпринятые шаги в этом направлении уменьшили отток населения из сельской местности. Это очень важно. И с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются. Проблемы с безработицей остаются, поэтому мы идем по кооперации, по личным подсобным хозяйствам. Мы ввели в этом году доплату для сотрудников. Глава региона отметил, что за последнее время в сельской местности были построены домокультуры и спортивные комплексы. Они из года в год друг за другом открывают свои двери для юных спортсменов и творческих людей. Работникам этой сферы были введены доплаты. Конечно же, все предпринятые шаги направлены на то, чтобы люди оставались в селе и развивали его. А те проблемы, которые раньше были, это вода, газ, отсутствие детских садов, фапов, домов культуры. Сегодня эти вопросы очень серьезно решают. Отметил в заключении встречи Рашид Темрезов. Альбина Ламкова, Вести Корчаева, Черкесия.